Современный объект образования Отчетный концерт – показатель достижений Лучшие номера учащейся детской школы искусств номер 2 «Черкеска» исполнили на отчетном концерте Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачева-Черкесия» Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне в день вступления в должность Подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года В документе определены такие национальные цели развития Российской Федерации Как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи Кроме того, одним из главных приоритетов является реализация потенциала каждого человека Развитие его талантов, восприятие патриотичной и социально ответственности личности Также комфортная и безопасная среда для жизни, экологическая, благополучие, устойчивая и динамичная экономика Технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы Подробнее указ можно прочитать на сайте Кремля В Хабезе продолжает возводиться современный объект образования новое здание лицея-интерната имени Екатерины Хапсироковой Об этом сообщил глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов На сегодня готов каркас трехэтажного здания площадью более 6000 квадратных метров На днях приступят к монтажу внутренних перегородок и укладке кровли В лицея-интернате имени Екатерины Хапсироковой проходят обучение с 8 по 11 классы по химико-биологическому, физико-математическому и гуманитарному профилям Сейчас здесь обучается 233 человека У них высокий уровень знаний, ежегодно выпускники успешно сдают экзамены и поступают в ВУЗу России После чего становятся специалистами и начинают свой трудовой путь на благо родного региона и всей страны Великой России Добавлю, что строительство нового здания стало возможным благодаря реализации национального проекта образования Обеспечивающего в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации Определенная президентом Владимиром Путиным по обеспечению возможностей для самореализации и развития талантов В Черкесске прошла премьера фильма «Российский Кавказ. Три века созидания» Картина охватывает разные исторические эпохи и раскрывает события, объединившие Северный Кавказ и Россию Первыми зрителями документальной ленты в Карачаево-Черкесии стали студенты Северокавказской государственной академии Среди них была и Фатима Даурова Мини-сериал «Российский Кавказ. Три века созидания» режиссера Кристины Исаевой стартовал для широкой публики в начале апреля Картина рассказывает об истории объединения Северного Кавказа и России с XVI века до наших дней Премьера уже прошла во всех регионах Северного Кавказа Карачаево-Черкесия стала заключительной республикой, где продемонстрировали документальную трилогию Вернее третью часть под названием «Российская Федерация», которая раскрывает зрителю исторические события современной эпохи Проводим премьеру третьей серии нашего фильма Эта серия называется «Российская Федерация» про время после перестройки, после изменения государственного строя Во всей стране это были тяжелые времена И вот мы хотели показать, как это было в самом начале, когда здесь и конфликты были, в том числе и вооруженные И к чему мы пришли сейчас Это третья часть, вот об этом И вплоть до современности, до наших дней будет показана история По словам продюсера ленты Александра Карманова, уникальность проекта в том, что до сих пор не было кинофильма, который бы системно охватывал всю историю Кавказа Начиная от бракосочетания Марии Тюмрюковны и Ивана Грозного до современности Зрителям показывает и рассказывает о совместной работе народов России над развитием Северного Кавказа через прошлое к настоящему и лучшему будущему Мы готовились к съемкам этого фильма почти три года Мы очень долго прорабатывали, есть очень много фейков исторических в Северном Кавказе И вот о тех веках мы говорим три века, а на самом деле это три эпохи Есть большое количество фейков исторических накопилось за это время И самое важное было отделить достоверную информацию, достоверные источники от недостоверных Мы провели большую работу в архивах, три года с этим работали И вот за последние три месяца фактически мы это сняли и смонтировали Ценность данного кинофильма показа это очень большая, потому что три века созидания, российский Кавказ Очень актуальная тема для молодёжи, чтобы они понимали, что это неразрывное словосочетание Кавказ, Россия, это вместе долгие года И то есть мы должны благодарить Всевышнего, благодарить наше руководство нашей страны, что у нас такие условия проживания Что мы живём в лучшей стране в мире То есть как бы, ну, созидание, это основное в этом словосочетании созидать Формат творческой концепции современного сериала заставляет зрителям внимательно следить за развитием сюжета Журналисты портала «Кавказ сегодня», которые являются авторами фильма, собрали обширный материал, включая интервью более 50 экспертов, историков, учёных, политиков и обычных людей Фото-выставка, посвящённая знаковым личностям и событиям Северного Кавказа, украсила кинофест Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия В картинной галерее открылась выставка «Маршал Победы. Путь и судьба, приуроченная ко Дню Победы» Данная экспозиция посвящена легендарному советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову Жители республики смогут ознакомиться с фотографиями и важными событиями из жизни маршала Победы Стоит отметить, что личность Георгия Жукова неотрывно связана с Великой Отечественной войной Эти уникальные фотографии раскрывают не только боевые заслуги великого военачальника, но также страницы его биографии и малоизвестные факты его послевоенной судьбы Выставка продлится до 17 мая включительно Здесь представлена планшетная выставка, которую мы получили в рамках сотрудничества по проекту «Территория Победы» С Центральным музеем Великой Отечественной войны, музеи Победы Выставка про жизненный путь и войну деятельность маршала Победы Георгия Константиновича Жукова Нет, наверное, человека на постсоветском пространстве, который так или иначе в школьное время или в студенческое время не соприкасался с изучением его биографии Так как он самый известный человек, участник Великой Отечественной войны Именно Георгий Константинович, он возглавлял, можно так сказать, важнейшие битвы времен Великой Отечественной войны В ауле Псыш прошел марафонский забег, посвященный земляку, герою Советского Союза Замахшири Кунижеву Это спортивное состязание является частью плана праздничных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине Победы Великой Отечественной войне За состязаниями наблюдала и наша съемочная группа Артура Махце подробнее Замахшири Кунижев, уроженец аула Псыш, является первым представителем Карачао-Черкесии, героем Советского Союза Эту награду он получил в 1940 году, во время Советско-финской войны Позже Замахшири Османович участвовал и в Великой Отечественной В память о заслуженном ветеране в его родном ауле прошел марафонский забег Участие в состязаниях приняли как опытные спортсмены, так и просто рядовые поклонники здорового образа жизни из многих населенных пунктов республики Это очень хорошее знаковое мероприятие, потому что в этот день выходной все дети не будут находиться дома, а будут здесь осуществлять этот забег Это еще раз говорит о том, что мы должны обращать внимание на здоровье наших детей, на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни Спорт объединяет людей разного возраста, рода занятий. В этом можно убедиться, наблюдая за участниками марафона Поклонники активной дисциплины нашли время в выходной день выйти на трассу Одна из участниц забега Динара Цекова. По ее мнению, спорт – это возможность лучше узнавать мир, находить новых единомышленников Я нашла много друзей, побывала там, где не бывала никогда. Очень люблю заниматься спортом. Спорт укрепляет здоровье Такие мероприятия сближают наши аулы, сближают всех нас. Это новое знакомство, общение. Это хорошее настроение, позитивное и так далее Я хочу от всей души поблагодарить Академию спорта Аллашара, Аллахсуласа, пожелаю, чтобы таких мероприятий много проводило, чтобы наши дети занимались спортом Сами соревнования прошли на трассе в интересной бескомпромиссной борьбе. Впрочем, главное в таких состязаниях не победа, а именно участие Ведь каждый из вышедших на старт может смело считать себя победителем. Победителем над ленью и самый ценный приз укрепления здоровья Артур Мхцефа Тимохунова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район В картинной галереи Черкеска открылась фотовыставка «Хранители наследия», посвященная Дню возрождения карачаевского народа Жители республики могут ознакомиться с фотопортретами педагогов и наставников, которые подверглись депортации или родились в Средней Азии И после возвращения на родную землю посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения Экспозицию посмотрел Альхан Лепшоков Их лица передают тяжелые годы депортации и мудрость жизни Каждый из этих людей посвятил свою жизнь образованию и воспитанию будущего поколения Проект «Хранители наследия» подготовлен студенткой КЧГУ Армидой Капушевой и ее наставником, известным фотографом Ренатом Урусовым При поддержке Росмолодежи Акция направлена на сохранение воспоминаний старшего поколения, подчеркнув важность тех личностей, которые действительно стали хранителями наследия Основной целью проекта «Хранители наследия» являлась популяризация истории народов Северного Кавказа Для того, чтобы развить у подрастающего поколения патриотические ценности и уважение к тем людям Которые внесли неоценимый вклад в сохранение нашей народной идентичности На выставке представлено около 50 работ И я надеюсь, что будет следующий этап, мы будем продолжать работать над этим проектом Здесь представлены исключительно педагоги и наставники, которые были депортированы в свое время Вернулись обратно на свою малую родину И есть представители, которые родились в ссылке во время депортации Кто-то родился в Казахстане, кто-то родился в Средней Азии Создание архивных материалов, посвященных депортации карачаевского народа Позволит сохранить историю в лицах людей Внесших значительный вклад в историю образования, культуру и науку Отметил заместитель министра культуры Карачаева Черкесии Алхас Хабов Считаем, что создание такого архива и вообще таких материалов, посвященных депортации карачаевского народа Позволяет сохранить историю для подрастающего поколения И внести вклад в воспитание этого же поколения Приятно видеть, что наша молодежь интересуется историей и старается сохранить память о тех, кто внес свой вклад в образование и воспитание общества. И хотелось бы поблагодарить руководителя этого замечательного проекта, отмечали собравшиеся. Это напоминание, что мы должны сохранить наше то ценное, которое нам верено нашими старшими. Может быть, кто-то подумает, что портреты, каждый портрет – это отдельная летопись, отдельная история, отдельная судьба. Своими детскими воспоминаниями о депортации поделилась и героиня выставки, долгое время проработавшая учителем родного языка Муслиман Иркенова. Вот эти бесконечные серкловичные плантации и тетушки, по маминой стороне пять сестер, по отцовской стороне четверо-пятеро тоже братьев. Ну, все они были заняты вот этим. Кто-то отвозил, кто-то выращивал. Самое гадкое. Еще темно, вот такие мазонки, да, и вот такие вот окунца. И темно, я с бабушкой, и в окошко бригадир на огромном коне, бригадир будет. Фотовыставка продлится до 17 мая. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. В детской школе искусств номер два «Черкеска» состоялся отчетный концерт. Это ежегодное значимое событие. В завершении учебного года привлекает внимание не только преподавателей и учеников, но и их родителей. Произведение юных дарований слушала и Альбина Ламкова. Детки подготовлены очень хорошо, потому что прошли академические концерты у нас, и выбраны самые лучшие номера на этом мероприятии. Отчетный концерт состоялся в рамках года семьи. Участвовало в нем 25 учащихся, по несколько человек от класса, говорит Людмила Тупикина. Она работает в детской школе искусств со дня ее основания и считает, что одной из причин для обучения игры на фортепиано – это все же желание ребенка. Действительно, преподаватель – тот человек, который открывает двери в мир настоящей музыки. Формирование и развитие интереса к музыкальным занятиям являются одной из главных задач в работе преподавателя фортепиано, говорит Людмила Евгеньевна. Во-первых, желание самого ребенка. Ну и, естественно, это желание должны поддерживать родители. Когда у детей есть поддержка, тогда у нас получается все хорошо. На концерте прозвучали произведения композиторов разных эпох. Зрители активно поддерживали участников. Радость и приподнятое настроение объединяло нарядных исполнителей и всех собравшихся в зале. Я услышал произведение духовной коллизии и сам захотел пойти и попросил родителей. Я люблю играть на фортепиано, потому что это облегчение души. Когда сажусь, то становится легче. Вот без музыки, мне кажется, я бы жить просто не смогла. Музыка живет в каждом человеке. Вообще, публичные выступления очень сильно пугали, боялась публики. После пару раз очень привыкла к этому. Мне нравятся аплодисменты, поддержка. Люблю произведения Елизавета. Отчетный концерт – своеобразный итог, показатель достижений учащихся. Дружными аплодисментами оценивали все выступления. Каждая из них была ярким и позитивным. Легкое волнение не мешало юным и талантливым музыкантам. Концерт прошел на одном дыхании и вызвал много положительных эмоций, оставив хорошее настроение зрителям. Альбин Ламков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В 4 субботу апреля в России отмечают День биолога. История этого праздника началась в 1990 году, когда научные работники и студенты биологических факультетов университетов решили отметить День своей профессии. О том, насколько значим их труд и место человека в жизни природы, расскажет кандидат биологических наук, лауреат премии Японского экологического общества Али Кипкеев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Альбина Ламкова